приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про обновление таймера до самого большого патча в игре патч под названием альфа 22 января и горек старается в поте лица там новые какие-то фишки в игру хочет добавлять чтобы у игроков был новый опыт мне вот интересно а негативный старый опыт не надо исправлять или улучшать поскольку я пока что вижу тут только новый контент и больше ничего вот давайте быстро пробежимся потому что уже анонсировали и что недавно добавили о чем я еще вам не рассказывал танки 11 левела с новыми визуальными свистоплясками там на этих танчиках многоусеничные они будут с этим бобсом который жестко дамажит я в рандоме против них попадался они прям тысячами стреляют но по сути пробиваются они не сложно броня у них ни о чем на момент тестирования а вот стреляют они реально штукарями даже чуть больше то есть по сути танки скиллозависимые нет для подпиваться поскольку просто выехать и чувствовать себя сухой комфортно не получится голду я не пробиваются как масло но вот если играть аккуратненько от скилла то они могут наваливать много урона у меня вообще особо какого-то восторга от 11 левела нет я их как-то странно воспринимаю это что-то типа 10 уровня с имбовым снарядом и какой-то там перк который вроде что-то там делает но я даже не запомнил что они там вообще делают что-то вот непонятное просто десятка с имбовым снарядом обалдеть также еще есть там барабанная теле 11 уровня которая быстро раздает барабан и тоже кучу хп за несколько секунд сносит у более-менее адекватных игроков среду х на 11 лвлах там под 67000 у под пиваса 2000 как и на десятках два урона дают и в броню дырявую голдой пробивает все и не спать особо какого-то восторга от 11 лвла у меня нету пока я играю против них не знаю как это будет играться на них возможно я буду радоваться что я стреляю во все стороны тысячами и обижаю под пивасов в то же самое время эти самые обычные игроки целевая аудитория средней руки мужички будут наверное очень подгорать от того что их 11 левел жестко по пол хп стычки сносит здесь как обычно лест очень сильно перекручивает баланс вот что-то аккуратненько не ломающая ввести как будто бы это будет но не интересно вот всунуть что-то супер токсичная и жесткая прям которая с треска врывается в рандом это от по мнению лест и видимо в самый раз игорь же любит у нас новый опыт в игру добавлять видимо от это но следующее это у нас проекта орбита просто там сбрасываем ветки прокачиваем их заново чтобы получать очки за которые мы проходим цепочку наград там есть и прим танки там есть и 11 левел и различные народы но кого-то вы просто дополнительный контент собственно говоря способа где получать 11 левел потом лбз лбз новые горизонты те самые легендарные лбз которые добавляют задачи дурацкий в рандом из-за чего люди в игре не в игру играют неадекватно что-то делают а какой-то бред то на лт они там дамажит вместо того чтобы засейвиться зажить нормально посвятить они стоят посреди карты стреляют умирают потому что не задачка урончик набить или фраг или еще что-то или гусеницу зачем-то на лт там забивать но разрабы на это вам смело ответят у лт же тоже пушка есть согласен есть я думаю что тут тоже был задачки которые будут подталкивать вас заниматься какой-то ерундой в бою вместо того чтобы отыграть адекватно но тут может тоже можно будет акционные танки получить это же 11 левел какой-то двухствольный который еще не показали потом нас ждет большой ребаланс техники которому я вообще особо не особо рад поскольку вот мы на протяжении пары лет видим ребаланс атлесты я вот его вижу и нам опять анонсируют ребаланс но я смотрю на этот ребаланс и какого-то баланса я не вижу просто накручивают танкам цифры жестко не всем а выборочно и делают их метовыми супер сильными а некоторые танки как были бездарными так и остаются улучшение баланса я не вижу поэтому особой радости большому ребаланс у меня нет потом новая ветка огнеметных танков тяжелые огнеметы без оглушения но который больше дамажит видел я как они дамажит они просто сдувают танки особенно нет не бронированные и даже бронированные от них получают люлей у них дальность стрельбы небольшая траектория не особо навесная то есть там перекидывать через рельеф и они скорее всего не будут по крайней мере на тесте так выглядит также они будут быстрый с хорошей лобовой броней этой ветки я тоже не особо рад не понимаю на хрена это не надо челики будут упарываться которых тяжело будет пробить они на скорости еще и жестко дамажит да у них там будет какой-то перегрев чем дольше ты стреляешь тем урон меньше но в любом случае посмотрим насколько они забалансит поскольку эти танчики не смогут стрелять очень далеко они скорее всего будут приезжать и вблизи жестко дамажить от них еще и тяжело будет уехать убежать поскольку у них тоже будет много гусеничная вот эта вот история и гусеницы сбить им будет тяжело в общем очередное что-то токсичное и вот первые 5 новинок первые 5 звезд из 11 которые будут в патче альфа вот такие вот да это новый контент что-то новое новый опыт как игорюк говорит но прям какой-то радостью меня нет поскольку я уже видел что лес то выпускает поэтому вот такое но новый контент это хорошо много видосиков много стрима можно будет поделать танкистов это будет привлекать но так в целом мне как для игрока немного другое хотелось бы видеть но пожалуй мое мнение не особо кому-то интересно поэтому вот имеем что имеем и вот добавили еще две звезды недавно новый ангар добавили ангар нпп перспектива это дополнение к основному ангару самое смешное что это реальный ангар то есть у нас всю историю мира танков то место где мы вот домик для нашего танчика называли ангаром и теперь к нашему ангару прилепили реальный ангар который прям ну выглядит как ангар только не для самолетиков а для поездов там внутри рельсы по которым на вагонах что-то можно привести какие-то новые танки или штуки дрюки и там уже под брезентом различные танчики видны которых в игре еще нет допустим там какой-то чифт нмк 6 в общем намекает на что-то новое видимо мы там будем что-то либо крафтить либо как-то получать либо какие-то события будут интересны в этом ангаре в ангаре ангар в ангаре но это просто чудесно мы добавили вам ангар в ангар чтобы вы могли быть в ангаре пока находитесь в ангаре но в целом это просто называется новый ангар но у меня есть подозрение чтобы это будет переключение между различными частями ангара поскольку там есть основная часть ангара ее видно это старый ангар с прошлого нового года там где мы перед дворцом культуры у нас там новый год был все дела а это вот из ангара видно как вот этот ангар находится рядышком возле этого дворца культуры также там есть отдел видимо для инженеров которые там на чертежах что-то там начеркали где возможно будут какие-то новые разработки и также видно еще сбоку там какой-то то ли проектор какой-то будет показывать что-то какое-то кинцо и посередине подсвечены на стене три больших значка с шестеренками которые возможно что-то будут обозначать но пока что они возможно только на что-то намекают но давно уже хотели какой-то ангар для игроков сделать или укрепчик личный чтоб что-то там люди делали возможно это из этой истории также разработчики намекали о том что хотят добавить какие-то вещи в ангар который мы сможем там сами улучшать добавлять или покупать им понравилось что в одном новогоднем ангаре мы могли покупать украшения которые там просто были но ничего не давали возможно там что-то будут добавлять постепенно какие-то новые механики по крайней мере так написано ну и последняя седьмая звезда которую недавно добавили это новая карта калининград остается у нас четыре звезды которые еще не заполнили до этого патча альфа я думаю заполнит и мы узнаем что же будет в этом самом большом патче про карту калининград она была летняя сделали зимний теперь вместо травки там снежок все обалдеть визуально по мини-карте глобально ничего не изменилось та же самая конченая карта которую я играл на разведке боем она мне не понравилась вообще я ее абсолютно не понимаю не врубаешь где ее играть она визуально интуитивно непонятная одна из самых дебильных карт которые я там видел огромные какие-то там замки пустые поля с холмами и травой но вместо этого там теперь снег как она будет играться по геймплею в снегу я не знаю насколько она изменилась тоже непонятно поскольку там рельефы могли поменять сильно могли вообще ничего не менять но тот летний вариант мне не понравился вообще она нереально конченая на мой лично вкус одна из худших карты за разведку боем там было очень много карт интересных воздушная гавань мне больше всего нравилось более-менее там на что-то похоже было с большой взлетной полосой карта и так же была карта с маленькими там какие-то низкими домиками с какими-то городками и посередине был отдельный такой островок с домиками я не помню как эта карта называлась но она очень интересно игралась там были прикольные прострелы город был интересен игрался прикольно но вот это вот помойка мне вообще не нравится такое ощущение что все лучшие карты за разведку боем они не добавляют а самые конченые уже добавили или собираются добавить это лично на мой вкус поэтому ну такие вот дела я особо от этой карты ничего не жду да и последние карты которые добавили но это тоже жуть в игре 44 кажется уже карты это будет видимо 45 помойка как будто бы в количестве карт проблема нет а вот в качестве на мой взгляд большие проблемы пока что я не вижу улучшение игры доработки или исправление старого опыта как игорек любит нам новый опыт в игру добавлять но возможно исправление старого что каждый бой бесит и улучшение это тоже новый опыт не посмотрим что там осталось в последних нескольких звездочках но пока что один новый контент и больше ничего такое ощущение как будто бы основа игры идеальная ничего делать не надо но и есть еще вопросы качеству какое оно будет насколько сбалансированная адекватная все вот это вот что они добавляют поскольку к лесте есть вопросы по поводу баланса и адекватности новинок и токсичности особенно такое ощущение что не знаю зачем они себя подгоняют и делают какой-то большой патч если это можно было равномерно распределить адекватно оценив свои силы сделать все не спеша продумано и качественно поскольку тут некоторые мелкие вещи в патчах выходят и они поломаны а тут много крупного будет ли она готовая качественная хорошая но посмотрим с вами был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока